все приветствую мои родные любимые сердцем дорогие веганы христолюбчики все кто попал на это видео у нас с вами сегодня по списку идет второе оправдание второй вопрос если хотите людей пожирающих трупы убитых ими живых существ или заказанных убитых этих живых существ и называется он следующим образом есть животных это мой личный выбор не лезьте ко мне какая вам разница что я ем это наиболее один из популярных оправданий которые слышат веганы люди говорят не осуждайте меня не называйте меня не навязывайте мне свои взгляды моя еда еда это мой личный выбор который вас не касается ну казалось бы аргумент оправдание нет есть еда а есть живое существо это очень интересное оправдание мне очень понравилось как это подметил тут одну вещичку ведь в какой-то степени это действительно личный выбор да что есть это личный выбор да я согласен все мы самостоятельно делаем этот выбор равно как и выбор совершить насилие или убийство или благодетель какую-то или дать кому-то жизнь спасти кого-то из пожара утопающего в беде человека человек во всех случаях самостоятельно выбирает как поступить истинно так например если кто-то хочет избить собаку это будет его личным выбором правильно правильно а избить жену избить мужем обокрасть кого-то это личный выбор конечно личный выбор каждого человека за которым понесет ответственность но только потому что человек самостоятельно делает выбор какой-то это не делает этот выбор автоматически морально оправданным я буду выражаться и религиозным языком языком верующих людей добрым поступком святым поступком нет потому что я просто сделал выбор это не делает автоматически то деяние которое совершил добром или злым да уж то и конкретно сделал это и есть добро или зло а сам выбор он не добр не хорош это пока выбор а что ты выбрал до сам выбор что ты имеешь право бог есть любовь свободы и бессмертия да это природе природа человека ну что от того что ты свободен а точнее горит что ты свят вот именно ты будучи свободным в этой жизни можешь быть святым а может быть грешником может быть дитем божьим а может быть дитем дьявола разве свобода личный выбор возможность выбирать творить зло и творить добро это что дает тебе индульгенцию творить это зло а всем остальным не вмешиваться и не обличать тебя в том что ты творишь зло это где такая чушь написано это что за чепуха это куда тогда скатится мир мир скатится в царство как по религиозным это антихриста в час в царство сатаны которую на земле не за горами с тем как мы живем проблема в том что когда люди говорят что этому личный выбор это лишь наглядно показывает насколько далеко от истины их представления о происхождении животных продуктов ну здесь это папа подвелся конечно что многие по его мысли я так вижу да это землянин известный проповедник статьи которую я так скажем и читаю или отрывки из книги ими пользуюсь для основания своей проповеди здесь как бы я сейчас подвел под невиновность немножко хотя понимать что люди конечно же делятся на разные типы сознательно несознательно до согрешающих и я с ним тут и соглашусь но добавлю что да вот есть конечно мы я сам был грешником помните как павел говорил азам есть первый из грешников да ну что сегодня я не такой я покаялся изменил свою жизнь и получил полное право обличать грешников в тех злодеяниях которых даже я когда-то участвовал я тоже был слепым я тоже был глухим имея уши был слепым имея глаза и был тупым имея ум и был бессердечным имея чувственное сердце сердце способное чувствовать и всегда имел я свою личность которая за все было в ответе и которая именно избирала анализируя все что я могу сделать и сам я выбирал что делать добро или зло конечно же мы настолько грех настолько общество общий грех мировое зло она порой погружает действительно человеческое сознание сердце в мрак что человек уже не способен отличать левой руки от правой добро зла сладко от горького и тьму от света но вы сегодня кто слушает этот ролик у вас есть великолепный шанс узнать истину и встать на сторону света животные продукты великолепная картинка кстати у вас на экране иллюстрация животные продукты это всегда либо результат убийства животного либо эксплуатация животного который в конце концов все равно будет убита когда я слышу это оправдание я понимаю что люди не осознают того что животные продукты могут быть получен только от жертвы от страдающего живого существа и от игру я отчасти с этом конечно же согласен потому что мы все люди и он был грешником и он был когда труп ожором и я был и в интернете есть ролики с так скажем ну в кавычках на не знака с прекрасными экспериментами есть такой где в супермаркете там веганы такую картину разыграли они брали там живых животных клали в коробочку типа в мясорубку сначала людям давай знаете какая-то дегустации там тарелочки были с чем-то с мясным люди ходили пробовали когда будь будьте этот мясо брать мы из него вот это приготовили блюдо добудем отдайте мне там килограммчик они брали живого поросенка начинали ложить в эту коробку типа крутить но там внутри просто брал человек в тайной так скажем ну поняли да под столешницей там сидит человек он берет эту поросеночку но тот который раздавал все начинает крутить эту мясорубку якобы живого поросенка перемалывать не было ни одного человека кто бы не ужаснулся и кто убегал кто начинал его за руки держать эту крышку открывать пять минут назад они просили дать им этого мяса из которого приготовлены там какие-то тефтельки им давали дегустировать но знаете как в супермаркетах какой продукт рекламируют дают бесплатно там кусочки чего-то неважно разве это не так это так все я сам вырос в родительском доме в квартире многоэтажного дома я никогда вживую не видел как убивают животных так скажем да ну на улице в жизни что-то происходило в детстве юности видели там собаку погибшую что там попавшую не знаю под машину еще что-то но таких насильственных актов я конечно не видел мои родители будучи трупажорами до сих пор к сожалению являются естественно мне рассказывать как более того они сами в этом до сих пор участвует участвовали тогда и не не за что им сказать спасибо я им об этом уже говорил я бы им сейчас в ножки кланялся если бы они меня воспитали веганом с детства я к этому всегда был предрасположен и ваши дети к этому предрасположены у меня было всегда к животным я относился всегда с особой любовью в детстве я никогда не позволял как некоторые там животных мучили да кто-то там что привязывал кошкам ловил собакам я никогда и заступался когда такой при мне у кого-то же заехал из так называемых дворовых друзей я никогда не кидал там в камнями в собаку в кошку или что такое подобное себе позволял там ну конечно были за мной грешки может быть из врачей конечно по птицам может быть я мог стрельнуть но я потом раскаялся это я точно всю жизнь свою не вспомнишь но вот именно если кто-нибудь учил нас добро она же никто не учит меня воспитала улица а как она воспитывает а вы как воспитываете своих детей я бы сейчас бы такого бы своему ребенку я бы все сделал чтобы он вот вырос таким добрым во всех отношениях так как происходит то продукты да как вы знаете я всегда говорю о проповеди веганство как о проповеди одного это любви к животным а любовь не причиняет никому зла это что любовь что картинка изумительная кто-то нарисовал из бутерброда не животные живые но это как бы уже образ того кем они были обзать посмотрите что на картинке каждый съеденный вами кусочек чего-то какого-то животного продукта это вот там да это не видно все это забетонировали огромными высокими стенами все это завуалировали красивыми до рекламными счетами до улыбающихся коровок улыбающийся как это лицемерно и тошнотно по-блеводски смотрится когда на банке из-под тушенки веселая свинюшка вы знаете это такой маразм это такая тошниловка что вот смотришь на это думаешь в каком мире мы живем в безумном мире и где вот эти святые люди которые христиане я сейчас буду их я тыкать буду первым всегда христиан потому что суд начнется с дома божьего да где они аку кто должен первого такое говорить как говорю сейчас я не христиане ли должны быть светом и солью земли и света миру вот это все делать а ведь христиане все и спасируют все это покупают улыбаются да и не видит ничего это слепые вожди слепых и сами слепые и такие же вожди они смотрят на банку с тушенкой и не видит этого ну ладно до греха я тоже не видел вот именно бог и люди мне открыли глаза все вместе бог просвещал но сердце люди благодаря контентом вот таких вот веганов я познал абсолютную истину да мне одного фильма земля не хватило чтобы больше никогда в жизни не взять куска в рот это все поэтому когда вы что-то в рот берете знаете на вас крови по локоть а чем дальше тем вы тонете в этой блевотине особенно религиозные люди верующие люди это все страдание кровь как получается животное каким образом продукты животного происхождения каким образом только за счет смерти кого-то или эксплуатации животный что делает человек все это отбирает те же сам те же самые яички икринки молоко они вечном рабстве мы все это эксплуатируем такие люди считают что потребление животных продуктов это только их дело и больше это никого не касается вот у вас еще одна картинка на экране что ты ешь это личное дело я всегда тоже говорю так а кого ты ешь это уже не твои личное дело конечно же вы знаете что принять отвергнуть это блевотское оправдание отвергнуть эту тьму надо во-первых признать что даже не знать чего надо начать признать что у тебя нету мозгов и сердца которые через якобы существующие глаза уши и руки видят истину и не видят ее я вот я сколько говорю никак не могу понять вот казалось бы ты говоришь о том что есть истина это то что есть ты не придумываешь не додумаешь просто есть нас есть у людей разговор слова эти слова не двусмысленные смерть значит смерти это плохо никто никогда смерть не называет хорошим страдание на то есть слово страдание означающие плохо это какие-то болевые чувства у любого живого существа наоборот радость у этих слов нету двусмысленности в него еще не надо что-то вкладывать она уже несет в себе информацию страдание счастье радость боль жизнь или смерть все она словом и названа что ты ты говоришь слушай вот это смерть это от вот животное она чувствует она думает она личность и он от признать личностью а как его признать но любой нормальный человек от признает религиозник он не видит этого в библию начитался кто корана начитался кто вед на читался кто чё начитался там животным вырвали душу хотя кто библию читает прекрасно знает что у животных у птиц у рыб у всех есть душа живая прям в библии написано что все это стверно с душой живой душа и обладает такими качествами и свойствами какими природой переживать боль наслаждаться удовольствиями страшиться смерти и радоваться жизни и все там это но и так как в совокупе естественно полный спектр это душа это внутренняя невидимая чувственная природа умная чувственная природа то есть она есть у них глаза есть чтобы это увидеть уши есть чтобы это услышать у любого животного как она радуется или как она плачет и скулит как она смотрит на жизнь с радостными глазами веселится и прыгает и как она плачет и страдает и умирает вроде бы все есть у человека естественно природно тоже богом данным не нужно ничего не нужны микроскопы не нужны высокие алгоритмы на бумажке математические написаны чтобы человек их понял все всего что не есть достаточно чтобы понять это что животное это не что это кто есть живая природа как и называют и неживая хотя понятно что вся природа живая но живая это нечувственное конечно мы дойдем до оправдания труппажоров о том что да и природа живая вы тоже причиняете ей боль опять же зачем тогда если уж им не можем никак избавиться от причинения более там растениям то и тогда вообще никому не будем ну там мы дойдем ладно сейчас не буду а то не туда уйдем по такой логике да слушайте ну а если давайте тогда и человек какая разница зачем у нас есть какие-то законы ограждающие до человека от человек что нельзя человека бить просто так убивать ну а какая разница туда чтобы признать животным кем-то не чем-то кем-то что вот нужно для этого я думаю кроме глаз ушей рук ног сердце и и мозгов которые эту информацию через внешние вот эти раздражители потребляет и анализирует что еще надо казалось бы ничего но хорошо тем кто библию изучает христиане там есть на евреи и иудеи да те же самые мусульмане но написано что бог создал живые души живая душа значит чувствующее существо мы же все видим они дергают с них нервная система душа животного в крови об этом тоже в библии сказано вроде все понятно думаешь человек просто все вот что происходит с человеком в грехе я понять не могу на природном уровне я могу понять вернее да мы не все сами бывает нам толчка нету вот именно какой-то информации почему вот мы делимся с друг другом эта информация тоже когда-то вот живешь и живешь это обычной жизнью как белка в колесе но бац кто-то тебе палку вставил в это колесо ты остановился и вот когда я говорю в первый раз с человеком кто тут этот ролик слышит с кем-то поделились я с кем-то лично общаюсь вы знаете переписываюсь ну сейчас то ты вот слышишь правду точно так же как когда-то услышал ее я но я ее принял почему ты не принимаешь мы что с тобой разные нет тоже у меня глаза уши руки ноги мозги сердце все при мне у тебя я вижу вот именно способен видеть что у тебя тоже все есть почему ты не принимаешь этого оправдание элементарная похоть грех это похоть это необузданное желание удовольствие что в принципе само желание удовольствия она в нас по природе естественно мир создан для счастья бог и счастья раз но если у твоей радости есть источник чьих-то страданий или причина твоей радости чьи-то слеза возможно даже смерть ты не можешь получать эту радость это незаконно потому что мир живет и существует и кружится только по одному единственному закону поступай с другим так как ты не хочешь как хочешь поступать с тобой и не поступать другими так как ты не хочешь что было поступлено с тобой поэтому если ты так поступишь все к тебе вернется и кто-то потом заберет твою свободу радость и саму жизнь поэтому такие люди считают что по 3 считают что потребление животных продуктов это только их делал и больше это никого не касается я добавляю ошибаются поэтому когда люди говорят вегана что чтобы те уважали их личный выбор мы им отвечаем мы уважаем личный выбор только других почему мы должны уважать личный выбор злодея а как же личный выбор жертвы тут вега это землянин и перечисляет этих других личностей и других сторон которые в противоположность вот тем злодеем который требует уважать их личный выбор творить беззаконие творить зло мы уважаем личный выбор 56 миллиардов сухопутных животных и 2,7 триллионов морских животных до которые у которых убивают без нужды и которые не хотят умирать для нас да они не хотят они хотят жить мы уважаем право личного выбора людей которых также жестоко эксплуатирует индустрии животноводства правильно помогая уничтожить этот ад на земле веганы помогают и стать людям счастливее на самом деле люди работающие в сфере животноводства а все животноводство связано со скорбями страданиями и насилием и смертью эти люди сумасшедшие это люди психи они в реальной жизни такие же я знаю таких людей лично это психи это не уравновешенные люди это злые люди это не злые веганы которые говорят о том что они творят беззаконие это на самом деле злые люди он тебе сам горло перережет и не подумает человек который каждый день десяткам животным перерезает горло это живые существа из плоти они бьются трепухаются он насильственно их удерживает до душит свои коленки отрезает голову этому человеку ничего не стоит убить животное человека ничего потому что между человеком и животным по плоти никакой абсолютно разница ноль ноль целых ноль десятых разница внешне это какая это знаете как точно так же тупые религии отделяют там мужчину от женщины во многих религиях мировоззрения женщина на втором уровне а то и вообще ни на каком и до такого бреда люди доходят почему вот все потому же потому же человек который доходит до такого зверства а именно это происходит на скотобойнях посмотрите человек стоит на конвейере и живых птенцов живых это дети детеныши прекрасные красивые какая разница это птичка это утенок это кошечка этих детей просто заживо бросают в мясорубке перемалывают это что это ваши яйца которые получаются уж мальчики не нужны птенцы в индустрии куриные от 50 процентов тех кто рождается там рождаются такие же мальчики в большом количестве их просто всех перемалывать да и девочки то в таком количестве не нужны потому что ангары ограничены куда их девать их просто заживо перемалывают более того этим перемолотым это перемолоты плотью кормит этих же мамашек вот вам индустрию узнаете об этом так чей личный выбор должен защищать веган это человек который понимает который от бога который видит что животное да это душа живая как господь и и создал хотя веганы далеко мягко скажем вообще никаким религиозным конфессии не относится и даже свободным мировоззрением у них свое мировоззрение это добро именно среди работников скотобоин отмечается наиболее высокий уровень пост травматических стрессов стрессовых расстройств депрессии тревожных расстройств алкоголизма наркомании самоубийств что такой жизни может быть что крики слезы вы слышали слышите как кричит любой животное любой человек у человека на физическом уровне начинает сердце дрожать трепетать его у него все трясется не начинается выделяться адреналин у любого человека слышащий скулящий там писк любой или еще что-то это же как можно же как вообще общимся как эти люди там работают мы уважаем право лично выбора животных которые не хотят у них есть право выбора бог дал им душу они не хотят умирать они не идут сами на эту скотобойню не их насильственно пробащают до эксплуатируют насилуют и убивают и мы уважаем да мы веганы мы уважаем чё право чё твои убивать творить зло нет мы уважаем право живого существа живой души жить и радоваться жизни личный выбор животных которые не хотят чтобы с ними за чтобы с ней заживо сдирали шкуру посмотрите когда меховые изделия получаются очень не не без интересная информация прежде чем надеть очередной раз там шубку подумайте над этим заживо сдирают кожу заживо даже не убивая потому что это модно а также животных которые не хотят быть привязанными к лабораторному столу для тестирования косметики и лекарств мы веганы уважительно относимся к окружающей среде да хотите как хотите она хоть и не чувствующая природа но она уникальна и создана для собственно нашего жития и мы все на этой планете живем и личный выбор так скажем в кавычках этой природы не быть уничтожены и я такой же веган человек который живу на этой планете не хочу чтобы вы ее уничтожили и ради тех кого я и для кого и защищаю я и их опять личный выбор уважаю то что многие не хотят жить в помойке которую мы люди собственными руками здесь на земле творим мы веганы к среде и всем тем кто зато затронули изменение климата ведь именно потребление животных продуктов является основной причиной ужасающих природных катастроф современном мире мы веганы уважаем личный выбор всех каждого кто хочет прожить долгую счастливую радостную здоровую жизнь сообщая людям что потребление животных продуктов является основной причиной наиболее сопротивленных заболеваний в нашем обществе сердечно-сосудистые заболевания диабет второго типа остеоропороз слабоумие инсульт высокое давление почечная недостаточность причины всех этих заболеваний в подавляющей большинстве случаев является потребление животных продуктов но самое главное что переход на растительную диету может не только предотвратить появление большинства этих заболеваний но также излечить некоторые из них уже сейчас наше западное общество считает что нельзя морально оправдать наша западная пишет этот землянин он проживает в англии нельзя оправдать убийство и поедание собак в дюлени в дюлени это китайская провинция даже несмотря на то что это личный выбор тех людей смотрите в китай спокойно убивают и животных которых ну во многих странах не убивает до кошек собак там множество диких животных и вот таких якобы домашних папа папа по меркам разных стран пожалуйста посмотрите в китайские мясные лавки прямо висят собаки кошки без шкур до собраны то есть так же как у нас висят трупы поросят свинят телят курят почему почему в россии не идите собак с кошками чем она отличается у вас что совсем что ли в глазах помутнело ничем собак от свиньи давно учеными за доказано что свинья даже умнее собаки реально ее легче дрессировать как говорится она быстрее понимает человека какие-то там эксперименты проводили так скажем опыт и наблюдения это же выбор как а ведь осуждают именно осуждать и правильно делаю правильно облегчают да что китайцы едят собак и кошек ну а вы такого едите а вы со стороны не точно такие же со стороны века да вы такие же демоны и бесы как и китайцы которые едят плюс ко всему щеки собачек и кошек ну и что чем разница между кошкой и свинюшкой в чем да ни в чем а как вы вы можете тогда осуждать китайцев что они или сейчас в россии начнут есть или где вы там живете кто меня смотрит где не едят кошек собак но вот тут начнут есть вокруг как что вы будете говорить на ваших глазах поймают кошку отрубит я голову прям на улице и сжарит что вы им скажете на какой это их личный выбор назначить кого-то жертву и все мы точно также считаем что нельзя морально оправдать охоту на дельфинов в японской бухте тай дзы или охоту на гринд на фарерских островах несмотря на то что это личный выбор тех людей слушайте дельфинов значит мы осуждаем да там тоже праздники есть целый бой не устраивать дельфин кто знает считается самым умным практически животным чуть ли не на планете млекопитающим не млека это вы поняли из высших рыб да что некий там каким-то умом обладают невероятным уж не говоря про то что все животные социальные там и так далее что у них есть мамы папы и так далее не живут семьями общинами у них там любовь морковь одна на всю жизнь у многих животных есть такие виды до дельфины по моему к ним относятся пожалуйста в японии до целый праздник там в бухту в бухту выплывают и все это загоняет и забивают их сотнями более того там дельфинов вот именно очень легко забивать они одного если ловит то вся семья и вся стая бросается на спасение этого дельфина и все и всех забивает насмерть как он такой а чуть поменьше рыбка дельфина может быть не обладая таким умом вы знаете у нас не все профессора богословия или технических наук в мире так может быть люди которые с трудом восьми восьмилетнюю школу окончили может их тоже на место пустить как вам такое ночью они миру сделать тупые хорошо не дельфин черепаха хорошо плотва окунь морской или речной ну что что не может быть не столько мозгов сколько у дельфина бог разную природу прекрасную создал ну что теперь это дает право моему личному выбору решить кто умнее несмотря на то что я у него есть живая душа у него есть органы чувств через которые он испытывает и боль и радость зависит от того как на его природу тело воздействует кто дал мне это личное право причинять кому-то боли это где написано ну тупые религиозник конечно ссылаются на библии кучу мест найдут это библию писали обычные грешники и жизнь там описано обычных грешников но не считая иисуса это жизнеучение которую подверглась искажению это бумажки не надо относиться правильно их надо читать с умом и с добрым чистым сердцем распознавая до левую руку от правой добро от зла тему от света горько от сладкого чё ж мы тогда кого-то осуждаем в этом плане я имею грешники осуждают грешников а вы сами праведники вот я могу все дать как павел говорил плотский не судит ни о чем духовный судит все и всех вот я духовно я сужу а вы грешники что вы осуждаете они долбят дельфинов если вы тут же бежите за скумбрией в магазин вы грешники вы грешники не можете судить таких же грешников вы сами грешники нет ни маленького греха небольшого есть грех зло невест христовы дети божья они беспятна и порока они видят греха избавляются от него они очищают себя как через сам бог поэтому я хочу задать вопрос тем кто считает что это их личный выбор поедать животных что я хочу задать вопрос всем тем кто считает что их личный выбор поедать животных нужно уважать когда вы потребляете животные продукты чей еще личный выбор вы уважаете чё личное мнение лично не мы не зря начали с литвич не ли с личности учитывается вами помимо своего ничего я отвечу за вас ничего кроме вас и вашей похоти вас ничего не интересует вы только личность в 1 живая душа все все остальное вы можете забрать вы потребитель вы дьявол виде бога на этой земле я пальцем тыкнул и взял это я куда хочу все беру эти фашисты негодяи нацисты или все я всех я кого-то кем-то назначаю и беру все что ему принадлежит вплоть до жизни а чё учитываете мнение вы я кстати про фашизм делать не в том что фашизм хорошо но дело в том что патриотизм это такой же фашизм это первая ступенечка или переодетый фашист вы хотите а как людей стравливают ой вон там негодяй как будто режим сталина призеркальном режиме гитлера в германии был чем-то лучше вы узнаете сколько погибло в концлагерях и на рудниках и в поселениях вот во всех тюрьмах во время ведения так называемой великой отечественной войны там с фашистами узнать сколько погибло вы удивитесь цифра зеркальная той сколько погибло то этот режим намного лучше был нет это режим внутренней еще стороны уж не грязь туда фашист нам расписали как сущее зло хорошо а сколько зла творили русские я говорю как живущий человек проживающий на территории российской федерации сколько мы никого не захват не захватывали а когда иоанн грозный захватывал казань кто его просил она ему принадлежала его кто-то туда звал нет откуда такая великая страна россия появилась такими необъятными территориями вы узнаете сколько полегло душ из-за похоти единиц называющих себя царями и жадности их не их и его бесноватой армии и и приближенных министров как сейчас горит олигархов и дворян этих и помещиков все объединения посмотреть на арабский мир как он мухаммедом объединялся посмотрите на европу каким образом каждая страна и благодаря чему имеет свои территории фас и все это мое я сильно я возьму вот и все чё мнение личностное конечно животным вырвав душу вопреки божьей природе до отрезав у себя полностью мозги убрать у них личность потому что мы прекрасно видим что они такие же как мы именно личности они матери они отцы они дети они играются они радуются они выбирают куда пойти кошка же их окагаль гуляют сама по себе она выбирает она хочет лежит хочет стоит она обладает свободой выбора животные спасают друг друга живут в социуме защищают друг друга помогают друг друга радуют друг друга ласкают лижут целуют обнимают это не личность мы закончим вот этой картинкой да если этого в начале как начиналось давайте еще раз вернемся к началу нашего ролика и закончим какой был вопрос есть животных и оправдание трупажоров есть животных это мой личный выбор не осуждайте меня не надо не навязывайте мне свои взгляды моя еда этому личный выбор который вас не касается нет родные любого святого человека касается зло вокруг него творимое человек который по-настоящему познал что бог есть любовь он любит всех жертвенная и готов положить душу и жизнь за кого за нуждающихся застрадающих за обездоленных вопросе веганство вопросе не любви или любви наоборот к животными не любви к животным трупажоров и любви к животным веганов вот жертвы на ваших глазах и на картинке очень хорошая мысль который мы закончим это видео если у твоего личного выбора есть жертва есть тот тут мы уже об этом говорили до этого личного выбора у твоего желания получить удовольствие наслаждение от жизни это удовольствие это желание нормальные до тех пор пока цена твоего желания на другой чаше твоего желания не висят и не лежит чья-то жизнь и даже чьи-то страдания ты ешь не что-то а кого-то который не хочет быть убитым и съеденным поэтому если у твоего личного выбора это очень хорошая здесь мысль сейчас уже дело не в веганстве вообще в христианстве вообще в истине вообще в любви святости если у твоего личного выбора это уже приводил пример если я бью жену это мой личный выбор это не сделало мое бить ее жены праведным поступком если поэтому личного выбора есть жертва есть объект который страдает скорбит плачет и возможно вообще умирает то это больше не твой личный выбор и уж тем более этот выбор не становится добра это то злодеяние которое ты делаешь и в свое время за свои дела дашь отчет и пожнешь обязательно все то зло которое ты негодяй в этой жизни посеял причиняя боль страдания и возможно даже смерть все живы все живым существа сотворенный кем богом богом каким любовью и 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